Вас когда-либо принуждали к занятию групповым сексом? Когда вы были несовершеннолетней, ваш брат вас сексуально домогался? За последние полгода у вас был секс с родным братом? Что? Это было несколько раз. Да. Я хочу уйти отсюда. Привет, ребята, с вами Андрей Чьянт, и вы смотрите новый выпуск Детектора Лжи. А, да, ребята, это новый микрофон мой, и я надеюсь, что качество звучания станет лучше. Напишите в комментариях, стало лучше, хуже. Будет очень интересно услышать ваше мнение. Ну, а мы, ребята, начинаем наше любимое шоу Детектора Лжи. Поехали! Как найти дорогу домой, когда не знаешь, кто ты и откуда? От кого бежать, если рядом никого не осталось? Кто в ответ за убитое детство нашей сегодняшней героини? Юля Новицкая, 25 роков, мешканка города Одесса. Відчуваючи протягом усього життя лише байдужість та зневагу до себе, Юля врешті-решт повністю зневірилась в людях. Але чому так відбувається та чи є вигід з цієї ситуації? Щоб розібратися в цьому, дівчина і прийшла на детектор брехні. Здравствуйте, Юля. Присаживайтесь. Давайте познакомимся с людьми, которые пришли сегодня вас поддержать. Здравствуйте, меня зовут Олег, я брат Юли. Здравствуйте, я жена Олега. Елена. Добрый вечер, меня зовут Инна, подруга Юля. Как вы думаете, зачем Юля здесь? Я думаю, что... Я думаю, что в самой себе дать, наверное, вопросы на... Ответы на многие вопросы. Например? Например, что нужно потерять, чтобы двигаться дальше. Философски. А на самом деле вы зачем здесь? Я думаю, что после данного проекта я расставлю точки над «и» в некоторых ситуациях в жизни. И есть, в принципе, мечта, как бы... Я работаю певицей в ресторане, и хотелось бы записать профессиональную песню на студии. И, конечно же, заработать денег. Ну, я думаю, что у вас может получиться как первое, так и второе. Если говорить о деньгах, то максимальная сумма, которую вы можете получить в рамках нашего проекта, 150 тысяч гривен. Вы ее получите в случае, если будете честны и ответите на 21 вопрос. При этом, если вы хотя бы один раз солжете, все заработанные вами деньги сгорают. В первом блоке всего лишь шесть вопросов. И если вы ответите на них честно, вы получите 5000 гривен. Готовы начинать? Конечно. Вы подруга Юли. А как давно вы дружите? Пять лет. Пять лет? С 20. А как познакомились? Бывшая моя клиентка пришла в салон встречаться. Так и познакомились. Вы сегодня стригли Юлю? Не сегодня. Но я стригла, да. Это результат вашей работы? Хорошо. Готовы услышать вопрос? Конечно. Внимание, вопрос. Вы можете с уверенностью хотя бы одного человека назвать своим другом? Наверное, нет. Замкнутая девчонка. Неуверенная. Нет. Ваш ответ – нет. Нет. Нет друзей вообще, в принципе. Таких хластящих друзей у меня нет. Это правда. А почему Инна вас считает своей подругой? Знаете, у меня, в принципе, свое понятие о дружбе, да, как бы. Ну, нет в моей жизни человека, с которым я, предположим, могла бы, допустим, прийти, да, и о чем-то вот откровенно прям поговорить. То есть поверхностные какие-то темы могут обсуждаться, но не глубоко. А почему так? Боится довериться. А, наверное, людям не доверяю. Почему? Были моменты в жизни, которые, в принципе, заставили немножечко посмотреть другими глазами. Это предал, короче. На отношения. А сколько вам сейчас лет? Двадцать шесть. То есть, и все это время у вас не было друзей? Нет. Олег. Да. А вы же брат Юли. Да. Вы для нее почему не стали другом? Я, по сути, своей, для нее друг. Просто, когда у меня появилась семья, и она стала больше, у нее с прошлой жизнью немножко не сложилось. Мы практически с ней не виделись, не общались. Мы потеряли какое-то время, промежуток времени, чтобы быть вместе. И с детства вы не вместе же. И в детстве мы не были вместе, так как мы нашлись только в десятом классе. Я приехал в Одессу в интернат, а мы там только с ней встретились. А с родителей не было? У нас с детского дома с ней разлучили. То есть, мы с детства не росли с ней вместе. И так сложилась судьба, что мы нашлись друг друга, и уже стали поддерживать отношения. Ставил помогать как-то развиваться немножко. То есть, вы росли в детдоме? Да. А где ваши родители? Мама оставила меня два месяца. То есть, меня у нее забрали. Ее лишили родительских прав? Да. Когда вам было два месяца? Да. То есть, она написала отказ от меня. Подождите, отказ или ее лишили родительских прав? Она отказалась. После чего ее лишили, да, родительских прав. Почему она это сделала? Будем так говорить, человек вел аморальный образ жизни. То есть, это выпивка. Алкоголь часто всему этому предшествует. И как бы, я думаю, что как дети, да, вот как бы, мы ее не интересовали вообще. Готовы к следующему вопросу? Конечно. Внимание, вопрос. Правда, что одним из способов наказания вас в детдоме было лишение еды? Судя по тому, что мы раньше было слышали о других участниках. Да. Что в детдоме любят делать. Это... Это еще мелочи жизни. Правда. А можете рассказать об этой ситуации? Как часто она была? За что это делали? Дело в том, что, предположим, провинился кто-то из одноклассников, да? Ну и как бы, чтобы другим не было повадно. Вот как бы, в пример, вот делалось вот так вот. То есть в наших детдомах такие методы воспитания? Раньше были, я не знаю, как сейчас, но раньше, да, было такое. Ну, у вас было достаточно тяжелое детство. Я бы не сказала. Нет? Нет. Ну, смотрите. Обычно там родители пытаются привить детям какие-то моральные ценности. А вам кто прививал моральные ценности? Воспитатель. И как вы считаете, они хорошо справились с поставленной задачей? Я считаю, да. Во всяком случае, я благодарна вообще Богу, что меня, в принципе, да, будем говорить, я воспитала государство. Ну, то есть, я считаю, что воспитание мне дали хорошее. У меня есть вопрос о вашем воспитании. Готовы его услышать? Да. Если идущий перед вами человек обронит кошелек, вы вернете ему его? Тут якобы совесть должна быть. С другой стороны, судьи нету, ты можешь не вернуть. Она ж не украла его. Тут, знаете, вопрос совести. Да, скорее да, чем нет. Молодец. Значит, очень совестный человек. Так да или нет? Да. Да. Молодец. Хотя очень многие не вернут. Правда. Олег, вы сказали, что заберет кошелек. Я наоборот сказал, да, что люди не способны на такое. Уверены? Конечно. Конечно. А почему? Почему верну? Я немножечко, ну, будем говорить, я, в принципе, придерживаюсь позиции, да, где найдешь, там и потеряешь. Ну вот, он и потерял. Он потерял. Но я нашла, я его вернула. То есть я себе его не оставила. Я богаче не стану на содержимое кошелька. Ну, вы же пока не знаете. А, или вы возьмете, посмотрите, ну да, небольшие деньги и после этого вернете. Я в любом случае верну. В любом случае вернусь. Олег, а вы бы вернули? Конечно. Да ладно. У меня были случаи, когда я гулял с собакой утром и находил портмоне целую, вот, жена не даст оврать. И утром никого не было, там было содержимое, там было несколько, там сотен долларов было и документы, паспорт был. Мы посмотрели адрес и пошли с собакой, нашли этот адрес недалеко, и я вернул людям. Мне приятно, что здесь находятся такие люди. А вас в детдоме не воспитывали? Меня? Да. Нет. А вы бы кошелек вернули? Не знаю. Вот. Родители воспитали, что нужно как-то выживать. А вот это вот уже интересно. И на вы? Вернула бы. Точно? Я просто знаю, как зарабатываются эти деньги. Я не знаю, сказал. Вернула. Я говорю правду, я не знаю. Хорошо. Вполне может быть, что здесь вы услышите вопросы, ответы на которые вам слышать не хотелось бы. Если такое произойдет, вы можете воспользоваться стоп-кнопкой. И тогда мы заменим вопрос. Но этим правом вы можете воспользоваться только один раз за весь проект. Договорились? Да. Можем продолжать? Можем. Внимание, вопрос. Вы убеждены, что большинство окружающих считают детдомовцев людьми низшего сорта? Ну, большинство я не могу сказать. Но таких людей достаточно. Спрашивают, убеждена ли она в этом? Да. Это... Это, конечно... Для нее, правда, для меня нет. Но такие люди есть, да. Правда. А почему вы так решили? Были такие моменты, когда-то училась в Одессе, в двух интернатах. Потом перевели в другой город учиться. И мы общались с городскими ребятами. И я вам скажу, что... Конечно, как бы, то есть, кому-то приходили в гости, и родители были не в восторге от того, что их, предположим, дети, да, общаются вот с ребятами из интерната. А скажите, сейчас, когда вы с кем-то знакомитесь, вам стыдно говорить о том, что вы воспитывались в интернате? Нет, я абсолютно этого не стыжусь. И более я скажу, что дети из интерната, да, которые воспитались в интернате, мне кажется, более приспособлены к жизни, чем те, кто рос возродители. Это правда. Тем более, исходя из ответов, которые я слышу здесь, более порядочно. Потому что Елена, которая не воспитывалась в интернате, все-таки подумала, вернуть кошелек или нет. Ну, я говорила правду. Конечно. Готовы услышать следующий вопрос? Да. Вы стыдились своей внешности из-за постоянных издевательств детдомовцев над вами? Конечно, тут даже спрашивать нужно. Дети настолько жестокие бывают, что... У нее что-то с лазом, как бы всем видно. Да. Мой ответ – да. Это правда. Так получилось, что, в принципе, мама у меня родилась с дефектом зрения. В 96-м году мне сделали операцию по удалению глаз. Ну, то есть после операции меня перевели в специализированную школу для слабовидящих. То есть, чтобы нагрузка поменьше была. Это искусственный глаз. До операции у меня как бы в школе вот дразнили одноглазые и тому подобное. Подождите, у вас сейчас нет одного глаза? Да. Искусственный глаз. Вот. И как бы, естественно, во мне вызывало комплекс, да, то, что как бы о моей внешности будем говорить вот так вот отзываются. Конечно, среди, будем говорить, нормальных людей, да, вот. Это обидно, в общем. А сейчас во взрослой жизни? Если касается дела общения с мужчиной, я комплексую, честно. Готова услышать следующий вопрос? Да. Внимание, вопрос. Вы хотите стать известной певицей, чтобы получить внимание, которого вам всегда не хватало? Недолюбленная. Да. Мой ответ – да. Это... Плюс найти того, который полюбит ее такой. Правда. Когда вы узнали о том, что вы любите петь? Узнала я от своих одноклассниц. Когда, ну, как-то ложились, ну, уже отбой был, укладывали спать. Ну, и я им спела песню, они мне вот так вот каждый вечер давай пой, а потом у нас набирали в школе ансамбль. И вот девочки говорят, вот Юля хорошо поет, как бы, давайте попробуем. То есть я стала, как бы, я бы не сказала, что профессионально занималась, просто, как бы, да, вот, уделяла внимание музыке, будем говорить. А потом уже стала постарше. Вот когда уже вышла самостоятельная жизнь, я уже стала, будем говорить, более серьезно этим заниматься. То есть это корпоративы, дни рождения, вот, зарабатывать деньги на этом. Можете что-то спеть? Да, конечно. Спойте. Если можно, я в самок, то что... Да. Пожалуйста, вот сюда. Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва. У нее есть волос. И куда-то все спеша, такси, только пусто на земле, одно и без тебя. А ты, ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня хорошая идея. Спасибо. Знаете, что такое, что кто-то хрипот, даже не хрипот. Спасибо, вы замечательно поете. Лен, я смотрю, вас тронул этот момент. Он меня всегда трогает. Мы часто поем в коробке. И вы всегда плачете? Да. А почему? Потому что песня жалостливая? Или потому что Юля так поет? Потому что мне так нравится. А вы тоже поете? Нет. У меня муж поет. Олег. Я не могу. Нет, Олег. Просим. Прошу. Олег. Надо было слова написать заранее. Юля. Надо сообразить, что мы будем петь. Дуэт Новицких. А что стоило? Это я, Олег. Это я, Олег. Исчезли вдруг Городом правит Ненастье Ты грустишь И глазами Печальными Пропожаешь Отчаянных Красивых птиц Улетающих так далеко Ну что вы Нет, я не могу Я честно, извините Я просто Позор, позор Вам срочно нужно сменить фамилию Позор, позор, согласен Ну что ж Вы заработали 5000 гривен Забирайте деньги и Расходимся? Нет Еще трешняка не было Еще денег надо Но придется говорить правду Это чтобы я кошелек потом возвращал Впереди у вас второй блок Там вопросов меньше Их 5 В случае честных ответов Вы заработаете 10 тысяч гривен Но вопросы будут гораздо сложнее Готовы? Готовы? Хорошо? Внимание, вопрос Вы верите, что сможете встретить мужчину С которым будете действительно счастливы? Простой вопрос Конечно верю Ты же не знаешь, что мне там отвечали Ты же не знаешь, что мне там отвечали Нет Не верю Очень заниженно Это Каждый человек может верить Правда Не очень все запущено Юля, почему? У меня был период жизни Точнее отношения с человеком Который После отношения с которым Я в принципе разочаровалась В мужчинах, будем говорить И пока Не было человека, который То есть в моей жизни не было человека Который меня сделал счастливой У меня есть для вас очередной вопрос Вас когда-либо принуждали к занятию Групповым сексом? Мы просто серьезно не пошли Ну он стал, он нарабатывал Да Принуждали Мой ответ да Это Я этого не знаю Правда В моей жизни был человек Который в принципе связан С криминалом В общем И Да, был такой момент в жизни Когда Элементарно я приезжаю с банкета Он лежит в кровати Вообще С девушкой Без всякой, как говорится Церемонии Там Приглашает Иногда это было с приложением Физических усилий В мой адрес То есть он вас бил? Да Он меня бил, да Олег, вы знали об этом? Я узнал об этом, когда В тот период времени, когда она была с тем мужчиной И она пропала вообще Я не мог ее найти И когда она пришла ко мне И я извиняюсь за выражение С переломанной челюстью Не могла вообще ни жевать Я ей борщ в пюре делал Чтобы ее как-то покормить Потому что она пришла В синяках вся И тогда я уже взял ее за руку И сказал, что ты больше туда не вернешься А как вы вообще впутались в такие отношения? У нас в Одессе есть пляж Лонжерон Я работала там певицей с музыкантом Саша на тот момент освободился После очередного срока Он приехал из Ростова-на-Дону На пляж устроился Будем говорить Подсобным рабочим Но он был как бы начальником Над всеми людьми Которые там работали дворниками А работали там бомжи Но он у них был начальник И параллельно Вот предположим Вечером я работала певицей Днем я работала в фрегате То есть Ларечек Где всякую мелочь продают Он стал захаживать Ухаживать А вас не смутило его криминальное прошлое? Дело в том, что я на тот момент Я не Ни то, что не осознавала Я в принципе не знала О его криминальном прошлом Меня предупредили Говорят, Юль Поосторожнее почему-то Что человек Не по мелким делам То есть даже не хулиган А было что-то посерьезнее Ну В 16 лет А что у него было? Что у него было? Не по мелким делам А по каким делам? Он за наркотики Тоже за распространение сидел В общем Разбой был Почему вы не хотели уйти от него? Я периодически уходила Но опять же Периодически я возвращалась Возвращались почему? На тот момент думала Я действительно думала Что я его очень люблю Вот меня цянуло Почему так? Юношеская любовь Внимание, вопрос Вы предпринимали попытки Спасти человека Которого убивали На ваших глазах? Жестко Нет, не предпринимала На ваших глазах Убивали человека И вы не пытались его спасти Я не предпринимала никаких мер Это Потому что боялась Что ее так же грохнут А что это за история? Саша Не то что хвастался О его преступлениях О совершенных им преступлениях Я узнавала От него Он таким образом Пытался меня удержать То есть Это звучало угрожающе Мол Если будешь Как говорится Плохо себя вести Вот Ты там же будешь Во время преступления Меня не было рядом с ним А где вы были? Может быть В домике Может где-то еще И вы ничего не слышали Не видели? Кое-что Да Из Моментов Будем говорить Моментов преступления Люди говорили при мне То есть Совершал он это Понятно не один Но это в принципе Обсуждалось в моем присутствии Никто не это самое Не боялся Что да Я пойду там И кому-то что-то расскажу То есть при вас Планировали убийство человека? Вы это слышали? Слышала И ничего не сделали? Я не могла бы это Отвратить Я не могла Потому что Я была бы там же Согласен Это было не одно убийство? Нет Не одно Внимание Вопрос Вы когда-либо Пользовались Вещами Убитых Вашим любовником Людей? Жесть Типа телефон Да Еще какие-то вещи Нет Не пользовалась Это Правда Так В общей совокупности У Саши было То есть на территории Лонжерона Было три убийства Совершенных Им Третье преступление Было совершено Над девочкой Он убил девушку 23 лет Сейчас она Это все рассказывает Зачем она Это рассказывает? Кто ее за язык Тянет сейчас В общем Боятся за нее Была гулянка И она хотела Чтобы эта девушка Предоставила Сексуальные услуги Его другу Она хорошо Подвыпила И Там уже Агрессия Ему не понравилось Как она себя вела По отношению К его другу Она хотела Уходить Это же перебор И он ее Ударил бутылкой Она сразу За нож Вены себе резать Он ее Вытащил Будем говорить За шкирку А мы отдыхали Вот был Такое Из понятия Эллинг Там рыболовные Снасти хранились В общем Все рыбацкие Рыболовецкие Принадлежности И он ее Вытаскивает В предбанник Этого помещения И начинает бить Я слышала Как она кричала Не трожьте меня Вот А потом Саша вернулся Без нее Я поняла Что там Человека уже нет А насчет вещей Она В принципе Она погибла В моей кофточке В моих джинсах Жестко очень Олег А зачем она сейчас Это все рассказывает Ее же засыпь Никто не тянет А вот Это было зимой Он ее сбросил К тому Хочется Девушки Сбросил в море И на утро Приходит Мне и говорит Пошли Говорит Покажу Что Идем на пирс А он мне говорит Вот вчера Я оттуда ее сбросил Мне стало страшно Я реально поверил Хотя В некоторых В двух преступлениях Я в принципе Сомневалась Потом это оказалось Правда Действительно Три убийства А за что были Еще два Значит первое было Убили мужчину 45 лет Ну напомню Что там была Компания Которые когда-то сидели Алкоголики В общем Собрание вот такое было И В связи Как бы Их коллектива Был человек Который В местах Лишения свободы Был Так Чтобы Корректно Сказать Ну Обиженным Человеком То есть Которого имели Не очень Понимаю В тюремных Понятиях Есть Боже мой Ну Изнасиловали Его Вот И Он об этом промолчал А у них считается Не то что нарушением Как бы Ну К таким людям Они испытывают неприязнь То есть вообще С ними не общаются А он читать ел Будем говорить С одной тарелки Да И И когда уже об этом узнали Они его побили Потом его занесли В отдельный домик До утра Чао И скончался Вот И второй эпизод был Среди них тоже Жили женщины Которые опять же Тоже Не ведущие Нормальный образ Образ жизни Будем говорить Вот Была Анжела Одна Которая приходила К Саше И жаловалась На своих Этих там Сожителей Саша Подпил И пошел Разбираться Проходит Буквально минут 15 Саша Вернулся За ломом Они убили Человека Ломом? Да Они убили Человека Ломом Жестко Олег Да Что скажете Да Вы знали Об этом? От этих всех Подробностей Я Не знал А в общих чертах? В общих чертах Она мне просто рассказывала Что он там мог Кого-то там Подрезать Там увезли Подраться Мог там Еще кого-то там Наехать Там Ну таких вот А вот таких Именно трех убийств Таких я вообще Первый раз слышал Инна? Не знала Не слышала Слышала Первый раз Мы сильно не были знакомы На тот момент Мы познакомились Гораздо позже А скажите Инна Теперь когда вы знаете Вот Ну некоторые эпизоды Из жизни Вашей подруги Ваше отношение К ней Изменится? Нет Нет А что должно измениться? Что за вопрос дурной? Внимание Вопрос Вы Не обращались В милицию Потому что Убитые любовником Люди Были вам безразличны? Да А во-вторых Потому что Она боялась За свою жизнь Ребята Это подросток Девочка Придет в ментов Скажи Даже может быть И не за этого Из-за того Что боялась За свою жизнь Да Мой ответ Да Я не пошла В милицию Потому что Люди были безразличны Это Я думаю Не только Это было А Словополагающе Правда За это могли Европу А почему так? Разве вам Не жалко людей? Ведь Одна из них Даже была В вашем Свитере Вы вряд ли Дали бы Вещь Незнакомому Человеку Жалко было Конечно Людей Но Я в принципе Я в первую очередь Думала о своей жизни Это совсем адекватная реакция Ваш бывший любовник Который Совершил убийство Он сейчас на свободе? Он сейчас В тюрьме В тюрьме? На пожизненном заключении А как он попал За решетку? Я пошла в милицию Рассказала обо всем Таки пошли Я пошла Поздно Но пошла Почему? Наверное Советом ушло Не наверное Надоело Вот такое вот отношение Не человеческое Я бы даже сказала Как бы К себе Ну вот Как бы Я понимала Что Если будем говорить Я от человека Не избавлюсь Да Ну Предположим Таким образом Он избавится от меня То возможно Моя жизнь В принципе Находится в опасности Ну что ж Жестко Вы были честны со мной И заработали 10 тысяч гривен Готовы продолжать? Да Уверены? Уверены Дальше еще Женщины Вас ждут всего лишь Четыре вопроса И если вы ответите на них честно Вы заработаете 25 тысяч гривен Ну давай Олег Когда ваша сестра приходила к вам Со сломанной челюстью Почему вы Позволили ей И дальше общаться с этим человеком? Я не позволил Я ей запретил Мы вызвали скорую И сначала Ей оказали медицинскую помощь И я сказал Что если ты Появишься у этого человека Еще раз Потому что я не мог Ее насильно держать И цепями заковать Я тоже не мог Олег К вам пришла Ваша сестра Да Которой Мужчина Сломал челюсть А вы ее накормили А мысли Пойти и разобраться В ситуации Не возникало? Я сказал Что я пойду в милицию И разберусь С этой ситуацией Вы пошли в милицию? Нет Елена Если бы Вы пришли К своему брату И сказали Что Вам Мужчина челюсть сломал Что бы он сделал? Мой брат Накормил бы вас борщом? Ну Защитил бы меня Так же Как Олег? У них Разный возраст И на тот момент Олегу было 20 лет А при чем здесь возраст? Вы считаете В 20 лет Мужчина еще не мужчина? Считаю Что нет Скажите Юля А вы как считаете Ну Ваш брат Поддержал вас В этот момент? Я считаю Что Как бы На тот момент В той ситуации Он был бы бессилен То есть Это уже сделано Челюсть Как говорится Уже сломана Что бы он сделал? Ну У вас здесь только Один член семьи Это ваш брат Правда ведь? Других же близких У вас нет Но Даже он Ну Не защищает вас Я говорю Что я Не имею права Его осуждать Почему? Потому что Все могло бы Если бы он туда полез Я не знаю Исхода Я не знаю Последствия Все могло бы быть По-другому Но я сейчас говорю О намерении О жизненной позиции Защищать Свою семью Я бы хотел Чтобы у вас Была такая же семья Готова услышать Следующий вопрос? Готова Внимание Вопрос Вы любите Свою собаку Больше Чем родного Брата? Наверное Да Она с собакой Все время Вместе Брат Недавно Появился Животное Бывает Получается Столько любви Сколько люди Не могут Получить Там Ой, ответ Да Это Ну, хорошо Собака Не передает Любое животное Правда Лена А как вы думаете Почему Вашего мужа Любят Меньше Чем собаку? Не знаю Почему так говорит Его сестра? Не знаете Олег Я даже не знаю У нас не было Времени Узнать у друга Больше У нас не было Времени Расти вместе Не было Внутри Тех чувств Которые бы Хотелось Больше бы Они были Но я Приложил К этому Максимум Усилий И ее Люблю Конечно Как сестру Внимание Вопрос Когда вы Были Несовершеннолетней Ваш брат Вас Сексуально Домогался Да ладно Такой братец Жена в шоке Несовершеннолетней Да Да Куда это? Офигеть Куда это? Офигеть Ну есть Одна ситуация Я ее объясню Правда Не могу ничего Объяснить Пожалуйста Нет Я расскажу Не могу ничего Объяснить У меня все равно Спросит Я должен сказать Был момент Когда я просто Очень пьяный Приехал домой Ну гуляли С друзьями И просто Не лег С его постель Ну не домогался Не там Не насиловал А просто Значит Представайте Меня Юля привела Чувство Олег Это я Иди к Жене Это был единственный случай Может быть что-то Не так было Ну да Нет Я заканчиваю играть Это смысл уже заканчиваем Что-то пошло не так У вас есть такое право Наверное Не только домогался Если вы закончите Программу сейчас Вы заработаете 10 тысяч гривен Если вы ответите На следующий вопрос Что-то еще Вы приблизите себя К 25 тысячам Ладно Продолжим Блин Она так резко Рубанула Так что-то еще жестче Ребята Внимание Вопрос За последние полгода У вас был Секс С родным братом Да Да Вы шо Ёперный театр Полгода 26 Ого Я же это не знаю А судя по всему Да Ой-ой-ой Вот это инцесс Пошел Да Мой ответ Да Это Офигеть Братан Ты попал Олег Я что-то не знаю Наверное Ай-яй-яй Да У нас это было Я хочу объяснений Как-то-то Ёперный театр Я же микрофон сбил Мы в общем дома Остались вдвоем Ну и Брат Вас Олег привлекает Как мужчина Как мужчина Олег меня не привлекает Ну так получилось Ну это было С вашего согласия Это было Да С моим согласием Инициатива Исходила не от меня Но Скажите Юль Почему вы решили Переспать с братом Который вам К тому же Как мужчина Не нравится У которого Есть семья Я не понимаю Почему вы Позволили ему Это сделать Вот это трешняк Как тебе Мои дети Я не знаю Пока Где этот вопрос Олег Да Почему Я не могу Объяснить Это получилось Очень спонтанно И случайно Вообще Что вы разбили Это было всего лишь один раз Нет Нет Это было Пого раз Было Что Что Это было Несколько раз Да Я хочу уйти отсюда Жесть Я безумно счастлив Но походу уже Я не очень счастлив буду Я не верю в то Что нормальные Семейные отношения Можно строить на лжи И сейчас Даже если мы Опустим Тот момент Что вы спали С родной сестрой Вы изменяли Своей жене Женщине Которая родила Вам двоих дочерей Ух Еще и двоих детей Мать Я думал Может нет первого брака Там от чего Ты еще Я прав Да Две дочки Поэтому Говорить Что вы были счастливы И у вас все было Замечательно и хорошо Ну я не буду объяснять Свои внутренние Меня никто в этом не переубедит У меня действительно Хорошая семья И у нас было все хорошо Тогда зачем? Ну Я же говорю Это мой объяснение Нет Я согласен Я повторяю еще раз Это Я не знаю Как получилось у нас Ваша сестра Вы для нее были Единственным близким человеком Вполне возможно Что она хотела Получить от вас Что-то теплое Как поддержку какую-то А вместо этого Вы по пьяни С ней сексом занимались Вы знаете Вот мне теперь понятно Почему она Не верит в то Что она может Встретить мужчину Она просто единственная Кому мне доверяет Просто Что? Может быть Это произошло Может потому Что она мне доверяет И вы Воспользовались Этим моментом Абсолютно нет Неужели вы не стоите Большего? Неужели Вся ваша жизнь Сводится к тому Что Вы достойны Секса С людьми Которые вас запугивают И с вашими братьями Которые занимаются Своим сексом По пьяни И у которых Есть семьи Фактически Вами просто пользуются Я это понимаю Вот поэтому Я в принципе Пришла Для того Чтобы расставить Точки Над вот этими И Чтобы не было Больше Намеков Даже на это А вы верите В то что Ну Вы стоите Большего Что у вас Может быть Нормальная Полноценная Семья Муж Который Будет вас Любить И ценить А не запугивать И насиловать На пьяную голову Пока я То что Пока я не верю В то что В принципе В моей жизни Появится человек Который Ну Это я понял Тем более Теперь я понял Почему вы в это Не верите С таким Прошлым Как у вас С такими Близкими Отношениями С такими Родственниками Ну Было бы странно Если бы Вы верили в другое Да Да Быть может Кто-то услышал Вашу историю Со стороны Вас осудят Ну Ну Ты че Людей Ты че Мне не Мне вы Понятно Я просто хотел бы Чтобы Вы не просто Расставили точки На Д Чтобы Эта передача Не только Защитила вас От брата Но и чтобы Вы поверили В себя Надеюсь Жесть ребята Просто Жесть Последний вопрос Третьего Блока Если у вас Родится Ребенок Инвалид Вы Отдадите Его В детский Дом Ну Типа Потому что Инцест Если Секс Брат Там Будет Ребенок Высокий Шанс Того Что Он Был Болен Ребенок А вот Отдаст ли Она Вроде Дом Надеюсь Что Нет Нет Нажали стоп Кнопку Мы Заменим Вам Этот вопрос Внимание Вопрос Задавайте Внимание Вопрос Вы Скучаете По Совместной Жизни С убийцей Наверное Там Было Что 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 Хорошее Правильно Если Ее Тянуло К Нему Если Опустить Убийство И так Дали Что Что То Хорошее Хотя Ее Клепали Нет Ну Ответ Нет Надеюсь Что Это Правда Потому Что Было Было Очень Странно Согласитесь Я Напоминаю Вам О том Что Вы Должны Говорить Только Правда Начинается Эти Воз Ответ И Ваш Ответ На Этот Вопрос Нет Это Ну На Живой Посадила Еще Чуть Скучать Правда Молодец АПЛОДИСМЕНТОМ 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 Да Ну Ты Братец Крючка Меня Утивил Я Очень Хотел Чтобы Вы Ответили На Этот Вопрос Я Очень Хотел Узнать Что На Самом деле Потому Что Некоторые Люди Сами Не Понимают Чего Хотят И мне Если честно Приятно Осознавать Что Вы На самом Деле Решили Покончить С той жизнью Которая у вас Была Ранее Вам Спасибо АПЛОДИСМЕНТОМ Итак Ваше Решение Я Забираю Деньги Так Скажите Это Ваше Право Вы Заработали 25 тысяч Гривен Исключительно Своей Правдой Я Желаю Вам Удачи Спасибо Большое Для вас Проект Закончен Вы Можете Подойти К Своей Подруге Да Вы Молодец Спасибо Ты Нормально Да Ребята Согласитесь Выпуск Реально Был Знаете Вот Вначале Так Себе Но Под Конец Пошел Такой Трешняк Если Вам Поддержите Мне Лайком Подписывайтесь На канал Потому что С вами Было Очень Круто Это Все Лицезреть Это Был Андрей Чент Всем Пока Субтитры 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 Субтитры